25 апреля 1917 года на свет появилась будущая первая леди джаза Элла Фиджеральд. В этом году весь мир отмечает столетний юбилей великой певицы, в этом числе и наша сегодняшняя гостья, джазовая певица Дебора Картер, и вообще не с ней, нам поможет приочек огня остановить. Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Дебора, вы первый раз в Минске. Как вам Минск, как вам столица наша? Дебора, это ваш первый раз в Минске? Как вы найдете Минске? Я очень рада и удивлена, как огромная она. И широкие дороги и модернные здания, это прекрасно. Мы встали вчера, но все, кто мы встретили, они очень красивые. Приятно слышать такое. Мне очень понравился Минск, и я была очень приятно удивлена тем, что это современный город, и он очень большой, все эти широкие авеню. И, конечно же, мы прилетели только вчера вечером, но за это время мы успели пообщаться уже с местным населением, и они все были очень милыми. Понятие джаз и имя Эллы Физжеральда, они неразделимы. Дебора, чем вам ее творчество особенно близко? Потому что я знаю, что вы поете несколько программ из ее песен. Расскажите, чем это творчество вам очень близко? Дебора, мы все знаем, что имя Элла Физжеральд и наношение того, что имя Элла Физжеральд и имя их личности, но личность Элла Физжеральд и ее legacy, что для вас есть специально для вас? Я считаю, что именно Элла Физжеральд внесла определенную свободу для всех джазовых вокалистов. Потому что, как мы знаем, джаз, он представляет собой семи-классическую музыку, такой микс классической музыки и импровизации, а именно Элла, она дала нам эту свободу. Но Элла – это огромная музыка, как и джаз-икон, потому что есть другие артисты, как Леди Гага, Эми Уайнхаус, Арифа Фрэнклин, которые говорят о Элла как некоторых своих любимых, их самых важных инфлюенсов. И, конечно же, первая леди джаза, Элла Физжеральд, является не только иконой в джазе, но и в современной музыке, потому что такие известные певицы, как Эми Уайнхаус, Леди Гага, они ориентировались в своем творчестве и вдохновлялись творчеством Эллы Физжеральд. Вы выступали, вы создали целую концертную программу из песен Эллы Физжеральд, выступали во многих странах мира. Сегодня она прозвучит, я так полагаю, в Минске, правильно? Дебора, you have created a full program made up of the songs of Элла Физжеральд. And this program was presented at the world stages. Will we hear it tonight in Minsk? Oh, yes, absolutely, you'll be hearing it. And it will be performed with the wonderful group Apple Tea, jazz band. Конечно, вы сегодня услышите эту программу в Минске, и я буду выступать вместе с белорусской джазовой группой Apple Tea, яблочный чай. А давно ли вы знакомы с нашей группой яблочный чай, знакомы ли с другими какими-то белорусскими артистами? For how long do you know the band, the Belarusian jazz band, Apple Tea? And do you know much about Belarusian music and jazz in particular? Okay. Well, first, I will meet them in two hours. But the most important, the music, the arrangements for tonight, we made use of e-mails. All the music was sent, the music papers and all of the audios of the music was sent via e-mail for them to practice it. So when I come this afternoon, it's all ready. Уже буквально через два часа мы встретимся с группой Яблочный чай. Я хочу сказать, что все это время мы тщательно, интенсивно общались по e-mail. Я выслала им все композиции, необходимые для того, чтобы подготовиться к сегодняшнему концерту. Дебора, многие люди, посмотрев на вас, послушав вас сегодня, а мы, конечно, попросим вас немножко спеть, захотят познакомиться с джазом. И вполне возможно, никогда такой музыки не слышали. Вот если начинать слушать джаз, то с чего нужно начинать слушать джаз? Дебора, мы думаем, что после сегодняшнего дня, после того, чтобы слушать вас, и вы также сказали, что вы думаете сегодня, сегодняшний день. Многие из наших зрителей хотят слушать джаз. Какой момент для них быть, что они должны начать с джазом? Ну, я знаю, что есть много музыканских в Беларуси, и вы также имеете в виду музыканских в Беларуси. Это очень важно слушать музыканских в Беларуси, которые путешествуют и путешествуют в других местах Европы, которые очень хорошие репутации. Я считаю, что им следует сделать, это слушать местную музыку, местных джазовых исполнителей. Потому что в Беларуси очень много талантливых джазовых исполнителей, которые путешествуют по всему миру, и они закрепили за собой чудесную репутацию. Не стоит думать, что джаз принадлежит только Америке. В каждой стране есть свой джазовый потенциал, своя красивая джазовая музыка. Поэтому ходите в местные джазовые клубы и сообщества, слушайте ваших музыкантов. Понятно, что концерт грандиозный состоится сегодня вечером, но мы, наши зрители, с удовольствием послушали бы вас прямо сейчас, если это возможно. Немножко. Ну, вы будете представить Алла Fitzgerald's программ для ее 100th birthday tonight, но, пожалуйста, дайте нам что-то, пожалуйста, и что-то сейчас сейчас. Я хочу сначала объяснить, что я вам скажу, что ее хит, который был основан на детском песне, и ее стиле было сделано на детском песне, и ее стиле было сделано на детском песне. Я бы хотела сейчас исполнить песню, которая базируется на детской песенке, и именно с ней работала в свое время Алла Fitzgerald, и что она в нее принесла, это особенный характер в том, что голос джазового вокалиста или вокалистки звучит как музыкальный инструмент. И сначала бы я хотела спеть эту детскую песенку и показать потом, как она преобразовывается, используя технику Аллы Fitzgerald. Окей, the children's song is Tisket-a-Tasket. A-Tisket-a-Tasket, I lost my little basket. I wrote a letter to my mommy, and on the way I dropped it. That's the children's song. Now, Алла Fitzgerald's jazz style. A-Tisket-a-Tasket, I lost my little basket. I wrote a letter to my mommy, and on the way I dropped it. D-d-d-d-d-d-d-d-d. Bo-ba-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Огромное спасибо за то, что вы нашли возможность сегодня прийти к нам в гости. Мы вам желаем удачного концерта и всегда рады гостям приезжать чаще в нашу страну. Спасибо за возможность, что вы присоединили с нами сегодняшний день. Мы желаем вам всего доброго в вашем концерте сегодняшний день. И, пожалуйста, вы всегда приветствованы в Беларуси и в нашем сайте. Спасибо.